Достраивать дома в Новомарусино будут на средства Федерального фонда помощи обманутым дольщикам. На продолжение работ необходимо более 500 миллионов рублей. Возобновить стройку обещают в следующем году. Есть алгоритм, который разработан Минстроем совместно с конкурсом управляющим и ППК-фондом. Достраивать объекты Новомарусино в связи с большим дефицитом средств планируется через ППК-фонд. Для этого предусмотрены в областном бюджете деньги соответствующие на 2021, 2020 и 2022 года. 689 миллионов в общем. Этих денег достаточно для того, чтобы самые проблемные объекты, которые у нас имеют самый большой дефицит, начать в следующем году. В том числе и в Новомарусинске, первый дом. Начать работу сейчас мешает то, что земля под домами обманутых дольщиков находится в залоге. Под нее собственник компании «Доступное жилье Новосибирска», которая осваивала эти участки, Вадим Варвянский, взял кредит в промсвязь банки. Постройка многоэтажных домов в Новомарусино остановилась 4 года назад. 1 декабря дольщики объявили голодовку, которую продолжают до сих пор. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова